Ух, ну здравствуйте, с вами Фреймистер, и черное зеркало игра, которая захватила мое воображение на долгие дни, ну даже это хотя бы чего-то достоит. Я не вижу никакой надписи, нет даже имени, возможно надпись терлась со временем. Мы закончили с вами на том, что Сэм смог наконец пробраться в этот жуткий склеп, нагло украв этот самый, как это называется, ключ у здешнего чернорабочего, и пришел в кучу мест, где... Там ничего нет. Ничего нет. Чаши пуста. Чаши пусты, и есть гробы, и больше ничего нет, кроме этого. Честно говоря, я все это записываю во второй раз. Не в смысле все, а в смысле часть этого записываю во второй раз, самое начало. Потому что в прошлый раз, когда я начал, ко мне пришел гость. Гостя звали Олег. Я знаю, что мы можем здесь почитать надписи. Вайн. Не знакомо. Ну, по-моему, вайн это вино, но, впрочем, не сама суть. Гостя звали Олег, и мы с ним потрясающе провели примерно полдня. Очень в моем вкусе, жаль, что не в его вкусе. У него теперь свой вкус, ему там много чего нравится, я не знаю, что ему нравится. Я вообще его не очень понимаю. Но мы с ним смотрели где-то около часа летсплей на третьих героев. Это было круто. Кроме этого, поиграли во второй Старкрафт, и посмотрели аниме, и увеличая его, и... Это было здорово, я не знаю, я почти никогда не провожу так время. Тем не менее, именно так проводить время с людьми я и действительно люблю. Ну, и не только так. Так, еще я гораздо больше люблю кататься на велосипеде, это вполне логично. Да, да, мне скоро 25 лет, да, я люблю посмотреть аниме и покататься на велосипеде. Неужели это так ужасно? Ладно, не смотрите на меня. Лучше смотрите на написание. Абир? Абир? Да. Абир, мать твою. Малит. Возможно, это имя? А может быть, это что-то, что нужно налить ему в чашу. Лично у меня такая теория. И, если я, конечно, не ошибаюсь, после посещения склепа у меня должны открыться глаза на некоторые вещи. По крайней мере, так было в прошлый раз. Мне кажется, что это связано именно с посещением склепа. А именно, кажется, этот парень захотел чаю. Да-ха-ха-ха. Он взял, наконец, чайник. Вот что не так с этой игрой? Я пытался взять чайник на протяжении 10 лет. Но только теперь. Он почему-то берет газеты, берет чайник, берет гребаные дрова. Честно говоря, это хотя бы, и, хотя это абсолютно логично, я считаю, что так же было бы неплохо дать мне все-таки возможность набрать всех этих вещей сразу. Как, например, Кейт, которая взяла черт знает зачем матрешку, и применила ее вместо яйца для пингвинов. Это было жуткое безумие. По-моему. С одной стороны. Но, с другой стороны, не давать мне взять чайник на протяжении кучи времени, пока я не посмотрю на какие-то там надписи, это абсолютный кошмар. Но, собственно, давайте все еще попробуем поговорить с нашим здешним жителем катакомб, я бы так его назвал. Хотя нет, мне лично даже интересно проверить, может ли мне что сказать здешняя хозяйка поместья. Я быстренько это проверю. Если ничего не может, то мы встретимся с вами здесь. Мы можем поговорить. По крайней мере, теперь я могу поговорить... Чего вы хотите? Чего? Да, я могу поговорить с садовником и поиздеваться над ним и его сломанной газонокосилкой. Ну ты, придурок, ты не хотел давать мне ключ. Получай. Похоже, у вас сегодня плохой день. Что вы имеете в виду? Сначала звонок, затем газонокосилка. Ну, по крайней мере, у меня есть чем заняться. Я и так собирался заняться ремонтом. Думаю, я пойду. Да, слушайте, это отличный человек. Это прекрасный человек Луис. Мне он нравится. Но, честно говоря, с ним особенно сильно забрататься я не мог бы, потому что у меня просто нет такого положительного отношения к работе. Но, с другой стороны, где бы я ни работал, мне почему-то всегда говорят, что я достаточно усерден. Хотя я жутко ленив. Видимо, все вокруг еще ленивее меня, по крайней мере, там, где я работаю. Я не хочу беспокоить ее. Ой, да что ты говоришь? Ладно, пошли к мужу. Ну так вот, несмотря на то, что у меня уже родились некоторые идеи по отделению этикетки о расколках, я тем не менее хочу, чтобы меня все-таки натолкнули на это. Сначала я должен найти этот оксидант. Вот, смотри, мужик, твой оксидант, какой ты всегда хотел. Нет подсказки, что было бы неплохо прикрепить этикетку, а? А если я нажму здесь правой кнопкой мышки? Это все, что осталось от оксиданта, который я должен как-то добыть. Хм, на этикетке написано оксидант EX-52. Вот, а если я сюда нажму? Чернила окрасили воду в синий цвет. Эх, короче, я так считаю. Ни черта здесь подсказок, что я должен отцепить эту фигню, нету. Но тем не менее, вы видите, что я почти что собрал этот оксидант, так сказать, из подручных средств. Поэтому я думаю, что можно заложить вот сюда газетку, которая наверняка цирела, учитывая дырку в крыше, хотел сказать, в окне. Ну, разве это кто учитывает? Конечно же нет. Все будут учитывать то, что никто не может мне подсказать про оксидант. Заложим сюда дров. Положим... А, черт, чайник, наверное, надо водой наполнить. Блин, ну ладно, давайте наполним его водой. Изо всех сил, правда, пытаюсь сейчас вспомнить название аниме, которого мы смотрели с Олегом. Это был школьный совет. Один из них. Наверное, таких анимешек целая тонна. Школьный совет, вот тот школьный совет, где много пошлых шуток. Не в смысле, что сама анимешка пошлая. И не в смысле, что... Это самое, как его... Не в смысле, что там происходит куча пошлостей. А в том смысле, что у главы школьного совета и еще одной девушки из школьного совета абсолютно снесло бошку на пошлые темы. И они шутят об этом бесконечно. Вот именно эту анимешку мы смотрели. В основном, это, правда, был выбор Олега. Честно говоря, я хотел бы показать ему, как это называется... Там про космос еще было. Странники, что ли. По-моему, странники. Короче, там было про мусорщиков космических. Вот это была обалденная вещь. И фантастика есть. Настоящая научная. И повседневность. И даже смысл такой либерально-общечеловеческо-добрый. Я крайне люблю это аниме. Крайне люблю. Чтоб все знали. Я заявляю об этом публично, можно сказать, всем своим полторам зрителям. Горит. Прекрасно. И теперь, я думаю, мы вполне можем на чайнике отцепить. Нет, нихрена не можем. Видимо, чайник должен закипеть через 20 минут. А я должен ходить кругами вокруг этого стола, чтобы дождаться этого. Кребаный чайник. Подождем. А я уже говорил, что мы выпили, наверное, около литра чая каждый. По крайней мере, я точно. Так что, не говорите, что, вот я помню, в Спанч Бобе была такая хрень. Мальчишки не понимают всей прелести чайпитий. Ну да, это не было чайпитий, это был просмотр летсплея за чаем с баранками. Но тем не менее, тоже неплохо, вы так не считаете? Чай был ванильный, я всем о нем рассказываю. К сожалению, правда, вряд ли кто может его купить, потому что он, наверное, продается только где-то здесь. Это, знаете, если кто-то из вас знает кофейную контату, если где-то у вас есть кофейная контата, то в кофейной контате он называется... А черт, я же не помню, как он называется. О, достаточно было просто выйти и войти, я дебил. Вода на ка... на... Вода в чайнике уже кипит. Во! Именно это я и хотел услышать. Давайте-ка осколочки наши ей! Хм, можно кое-что попробовать? Именно, именно. Что мне особенно нравится во всей этой ерунде. До нее вполне можно дойти своей собственной... Мне удалось отпарить этикетку от осколков. Да. До ней вполне достаточно... Вода в чайнике уже кипит. Ну так сними его, блин. Огонь уже разведен. Убери эту свою машинерию, а? Если вода в чайнике будет кипеть так до бесконечности, то мы пожара дождемся вполне. Ножом его, ножом, если ты руками не можешь. Вот черт. Так, ладно, только не вините меня за пожар, вы сами не дали мне убрать чайник, черт возьми. Так, ладно, нужно прямо на виду у него приклеить эту этикетку, потому что... Так, есть теперь этикетка с клеем, не правда ли? Которую мы приклеиваем сюда. Вот так вот. Оксидант готов. Надеюсь, что Ричард не будет тщательно рассматривать содержимое. Я надеюсь, что он не будет использовать содержимое. Как бы жестко это, так сказать, не повлияло на все окружающие нато события. У меня есть вещество, которое вам нужно. Эй, эй, черт, как они долго оборачиваются все. В самом деле? Отлично. Просто отлично. Я удивлен, что вы вернулись так быстро. Вы, наверное, торопились? Эм, очень. Не имеет значения. Важно то, что я могу вернуться к оригинальному варианту. Спасибо вам, молодой человек. Вы мне очень помогли. Что вы, не за что. Надеюсь, что Ричард не узнает правды об окислителе до того, как я уйду. Ну, отлично. Теперь я, по крайней мере, могу нормально поговорить эти имена. На табличках мне не так интересно. Мне гораздо интереснее пока что поговорить о Вильяме. Когда вы в последний раз видели Уильяма? Это было так много лет назад. Я попытаюсь вспомнить. Думаю, лет восемь назад. А почему вы спрашиваете? Он был здесь около двух лет назад. Вы что, не видели его? Был здесь? Нет, не видел. Меня не интересуют эти семейные визиты. Понимаете, у меня много работы. У вас есть идея, что это может быть? Нет, но это серебро. Думаю, что больше ничего не могу сказать. Неплохо. По крайней мере, ты гребаный химик, и можешь определять серебро. Неплохо. Вайн, адайр, молит. А вы знаете, что это значит? Похоже на древние имена. Вы знаете, что значат эти имена? Ну, они мне неизвестны, но если вы дадите мне немного времени, я могу попробовать найти ответ. Спасибо, я спрошу позже. Пожалуй, я оставлю вас. А, черт. Мне придется спросить его позже. Я не буду его открывать. Да-да-да-да-да. Это должен вам заметить полное издевательство над мной, потому что я не знаю, что делать дальше. Каменный замок. Странно. Возможно, это просто символ, вырезанный на каменной глыбе. Или это действительно замок. По крайней мере, теперь я нашел еще хоть что-то. И это значит, что возможно скоро каменный замок. Возможно. бла-бла-бла-бла, символ, конечно, или нет, или не символ, или это вход. Короче, я надеюсь, что я смогу наконец-то поговорить с ним. А вы узнали, что значит эти три слова? Да, может быть это не совсем точно, но в них есть некий смысл. Первое, очевидно, является именем ирландского бога вражды. Со вторым сложнее, но мне кажется, что это имя богини урожая, которой поклонялись друиды. Третье совсем просто. Это древнее имя бога вот всей земли. Интересно. Спасибо за потраченное время. Не за что. Мне было даже интересно порыться в словаре. А, значит, вражда, урожай и вода. Так что ли? Я знаю у вас старых газетных вырезок. Вы вели исследование крови млекопитающих. Это было очень давно. Сейчас я занимаюсь только электрохимией. Мне кое-что от вас нужно. Вы мне не поможете? От меня? Что же это? Я не знаю, как это объяснить, поэтому буду прям. мне нужно немного крови. Унция или около того. Что? Да, это действительно нелегко объяснить. У вас тут разные химикаты и вещества, поэтому мне показалось, что у меня может быть кровь. Хотя, погодите, может быть, мне удастся кое-что найти для вас. В холодильнике должны были остаться остатки моего прошлого эксперимента. Унция это не проблема. Так вы сможете мне ее дать? Да пожалуйста, берите если вам нужно. Если вам понадобится еще кровь, или же человеческое, хотя нет, человеческое у меня закончилось. очень смешно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я как полный дебил все-таки пропустил это самое пожалуй все. Хорошо хоть только его. Ладно, теперь я наконец могу заглянуть в холодильник. Не правда ли? Черт, он не заглядывает, он просто берет гребаную кровь. Черт. Кровь, которую мне дал Ричард. Вот так-то и хорошо Что же, у меня есть кровь Я, возможно, мог бы набрать откуда-нибудь воды Но я не знаю откуда Ой, извините В самом-то деле Но мне пришлось Резко прекратить запись И это самое И теперь я снимаю Буквально чуть ли не через Сутки после Чайник остыл О, именно, чайник не просто остыл А я могу взять чайник Просто, видите ли Я записываю теперь уже чуть ли не через сутки После прошлых событий И с утра пораньше Сегодня я решил Немножечко походить здесь и поискать Что же еще я могу Сунуть этим дурацким богам Плодородие, плододелие И прочего народа И, блин, а так Тут же где-то что-то было О, точно, вот это та самая штука Странно Почва здесь иного цвета Чем в других местах в саду Правильно, возьми ее Потому что она другого цвета Мне кажется, что это какой-нибудь чернозем Было бы прикольно Ну так вот И я действительно немножечко разобрался Что же я могу подсунуть Этим дурацким богам за это время А прекратить запись мне пришлось Потому что я так сильно орал Что не давал спать соседям Это полный отстой Но это факт Ну блин, что ты так медленно льешь Ооо, магия Я налил кровь в чашу Это власть крови Так, сюда нам кажется Нужна этого, как его, воду Но я просто уже помню, что плодородие Было вторым А первым была война А последним, что было, я честно говоря, не помню Чистота какая-нибудь Я налил воду в чашу Я насыпал землицы в чашу Не правда ли Наверняка сейчас выйдет из-под земли Вот эта круглая хрень сейчас Ну Так-то лучше Я добавил землю в чашу Я что-то слышу Где приближается стадо носорогов Вот оно Новый пьедестальчик Классический пьедестал семьи Гордонов Сделано специально по заказу Великими мастерами загадок Что на этот раз у нас на алтаре? Полный отстой у нас на алтаре Это, кажется, овен И... В принципе, все понятно Но Проблема в том, что я не знаю гороскоп Ай А-а-а Здесь как бы как раз та самая пятнашечная штука Так, я отправляюсь в соседнюю комнату За журналом с программой Телепередач Где также печатают гороскопы Чтобы он меня провожал Провожал в собрании Этого Этого... Ах, короче, я пошел Ну что же Я благополучно добрался До Астрологического прогноза От Павла Глобы В журнале Антенна На 150 страницах Господи Кто ж читает этот отстой Но действительно Вначале у нас идет Овен Потом Телец Потом Блинзненцы А кто из вас Черт побери Близнецы, интересно У Павла Глобы Все нарисовано С какими-то Черт возьми Я бы сказал, что это телевизор Если бы это не было Так похоже на смартфон Наверное, это Близнецы Короче, ладно Видимо, я это буду снимать Вне записи Собирать вне записи Я просто достаточно сильно Люблю собирать Пятнашки О, тем более Вот эта штука Мне уже подсказывает Что примерно Должно там быть Да, я Попятнашечу Пока что без вас Ну вот Собственно говоря Похоже это были Одни из самых сложных Пятнашек для меня Хотя и так же Одни из Наиболее быстро Решенных Ну мне больше повезло Нежели нет Самые сложные Они в основном Потому что в них Нет непосредственного Решения Это первая причина В них нет непосредственного Решения передо мной Мне все время Приходится додумывать Какая должна быть Картинка Вторая сложность Конец Время дырка Здесь оказывается Вот не здесь Как я привык А здесь Поэтому мне пришлось Собирать их Снизу вверх Я вот тебя Собираю сверху вниз А мне пришлось Собирать снизу вверх Это Глоболь Вот так Знаки зодиака Вот правильная комбинация Ну блин Разумеется Что это еще могло быть Идиот Что вы здесь делаете Как вы сюда попали Ради бога Отдайте мне ключи Ну ты гад Мои ключи не отдам Я просто хотел Заглянуть в эту часовню Никому не позволено Входить в нее Если мадам узнает Что вы были внутри Она накажет меня В мои обязанности Входит охрана Этого места Если вы ей не скажете Она никогда Об этом не узнает Да Вы правы У меня было бы Больше неприятности Чем у вас За то Что я вас туда впустил Ну и нормально Вот и держи Свой язычок За зубами Эээ Блин Ну это же был мой ключ Я его честно нашел Ну Ну Или честно украл Одно из двух Куда ты пошел Гад Проклятье Как он нашел меня здесь Мне нужно снова Попасть внутрь Но Как Вероятно Лучше всего Будет вернуться туда ночью Ты с ума сошел Сэм У меня же уже есть ключ Че тебе еще надо Зачем туда возвращаться Это же явно Не ключ от могилы Или нет Или это ключ от могилы Аааа Это первый священный ключ А это не священный ключ Че Странно Сделан из цельного куска камня Аааа Это Это тот самый каменный ключ От каменного замка Ты совершенно прав Сэм Мне нужно вернуться обратно А он отнял у меня ключи Ладно Я пожалуй Во-первых Проведаю Нашего дорогого химика А я уже думал Что дверь закрыта Уже испугался Честно говоря Во-первых Ткнул на него правый Думаю Что он возможно Не видел дневного света Несколько недель Ооо Мы же не слышали этого А если и слышали То просто я болван И ни черта не помню Могу я вас побеспокоить На минутку Наверное скажешь Что он занят И что я ублюдок У меня очень много работы Поторопитесь Нет Я могу поговорить О запертом склепе А может быть У него есть ключи Хотя вряд ли Ну а вдруг Вы помните Наш разговор о склепе? Да Помню Помню Вы смогли попасть внутрь? И да и нет Мне нужно осмотреть его тщательнее Вы меня Заинтриговали Молодой человек Зачем вы приехали В Уэльс? И почему вы так Интересуетесь склепом? К несчастью Я не могу Все объяснить Прямо сейчас Мне не удается Отгадать Чем же вас так Привлекает Это место Мне нужно Как-то попасть внутрь И все Но Но? Но Луис Не пускает меня Луис просто Выполняет То что ему велено Если б дело было В чем-то другом Я бы уладил это для вас Но склеп И Леонора Очень уважает Своих предков И охраняет Это место Как святыню И я Ничего Не могу С этим Поделать Да Но никто Не узнает Я обещаю Мне нужен ключ Всего на час Или два Нет Это невозможно Вечером И Леонора Забирает ключ У Луиса И на ночь Оставляет его В своей спальне Что же вы тогда Посоветуете? Я? Ну Может быть Я ничего Не обещаю Но Если вы Поможете Мне Я облегчу Ваше Проникновение Внутрь Я сделаю Все Что нужно Так каков план? Я все Объясню позже Но у меня Есть пара правил Во-первых Вы придете сюда Когда стемнеет И во-вторых Вы Никому Не должны Об этом говорить Но зачем Вы это делаете? Вы имеете ввиду Почему я вам Помогаю? У меня есть На то Свои причины Так же Между прочим Как и у вас Так как? Я сделаю Все Чтобы попасть Внутрь Хорошо Значит Мы Договорились Пожалуй Я оставлю вас Прикольно Теперь у меня Есть Злобное Соглашение С сумасшедшим Ученым Прямо Как В интересных Мультфильмах Которые Я так люблю Что же Я так понимаю Мне нужно Всего лишь Пойти Обратно К Элеоноре Которые Разумеется Будет Крайне Добра Ко мне Какого черта Я ее так Сильно Обманываю Хотя С другой стороны Собрать столько Ключей Это Я надеюсь Что это Будет плюс По крайней мере Если это Как это называется С другой С другой стороны Без этих Ключей Наверняка Все эти Убийства Совершенно Бессмысленны Так Какого черта Я их Собираю Не Облегчу ли я Жизнь Убийцы Который Возможно Хочет Возродить Мордреда Не говоря Уже о том Что Возможно Он даже Не просто Хочет Его возродить Возможно Мордред Поимел Его разум Мне не о чем С ним говорить Жаль В таком случае Я просто Отправлюсь К Этой Женщине Я пойду В свою комнату И немного Отдохну Я пойду В этот склеп Вечером Ну или же Я пойду В свою комнату Как сказал Мне Сэм В самом Таделия Я люблю Это идиотское Ображение Я дождался Пока в доме Все стихнет И я хотел Быть уверен Что могу Покинуть Свою комнату Незамеченным Красиво Ведь это же Не видео Черт Или это видео Да нет Нет Может быть Это смесь Не знаю Не пойму Че он Свет то не выключил Как болван Хе Ночью Красиво И Хороший звук Наверняка Много Неприятных Насекомых Хотя Непосредственно Ночью Вроде бы Комаров То уже И нету Они налетают Раньше Или нет Именно Непосредственно Ночью Они наоборот Есть По крайней мере В лесу Ведь Недаром же Я не мог Заснуть Всю ночь Вплоть до Утра От комаров Поверхность Есть новое Наблюдение Вау Это место Это место Выглядит Совсем Иначе Ночью Это место Выглядит Чертовски Красиво Ночью Я не могу Заценить Этих Классных Светлячков А давай К главным Воротам Может там Тоже есть Что нибудь Красивое Я еще Не могу Уйти Я вернусь Ну О чем Ты говоришь Зато Какая Там Красота И непонятные То ли Бабочки То ли Кто Шелудятся У тех Лампочек Очень Очень Здорово А ты что Собрался Уходить В будущем Ночью Учит О Красотень То Какая Эти краски Они Они Сводят Меня С ума А вот Эти Вот Непонятные Насекомые Они тоже сводят меня с ума Блин Я не хочу отсюда уходить Давайте я еще немножечко похожу здесь кругами Вот это здорово Вот это темное дерево И вся эта Светящаяся зелень Блин Освещение Правильное освещение Великая штука И вы видите эти охренительные тени Которые летают по двери О-о-о-о Кто-кто сказал Что эта игра имеет отвратительную Графику и ужасно некрасиво Он был неправ Он был невероятно неправ Это нельзя будет Назвать некрасивым даже через 20 лет О, черт Ричард заперся внутри Он что, забыл о нашем договоре Мне нужно как-то привлечь его внимание Кинь что-нибудь в окно Я могу что-нибудь сделать только с дверью Я могу ее пожечь, я думаю Нет, не получается Закрыто Черт В этот раз ключа там нет Ладно И закрыто Полный отстой Так, ладно Я честно говоря Не знаю сколько времени мы пишемся Учитывая, что это все было разбито на несколько кусков Достаточно на многое количество кусков Но давайте именно здесь и приостановимся Потому что я все равно не понимаю Что делать дальше Я все равно хочу досладиться этими тенями Да и не только ими Поэтому Всем категорический бай-бай Мы встретимся в этой совершенно потрясающей Наводящей на меня Все положительные эмоции Какие я только когда-либо чувствовал одновременно Игре Черное зеркало Бай